Здравствуйте, уважаемые телезрители, любители животных. Я сегодня отвечаю на те вопросы, которые поступили к нам. И в данном случае есть представитель животных или птицы, которые содержатся в домашних условиях. При обращении в ветеринарную клинику с птицами желательно, чтобы вы приходили с клеткой, в которой вы держите животное. Мы осматриваем эту клетку, мы осматриваем птицу и оцениваем ситуацию, насколько правильно содержится птица в данной клетке. Чего в данном случае не хватает. Обязательно в клетке должна стоять кормушка, в которой насыпано песок или гравий и различные микроэлементы. Поймали попугайчика и его осматриваем. Жалобы на то, что несколько деформированный клюв. Мы это дело осматриваем и видим, что действительно клюв неоднородный и в местах есть просветление. Плюс шишечка, которая над клювом, она тоже не гладкая, а шероховатая. Нижняя часть клюва тоже имеет дефекты в своем развитии. Данные проблемы могут быть вызваны двумя явлениями. Это витаминоз, витаминами А или наличие грибковых заболеваний. При осмотре птицы нужно обращать внимание на лапки. Лапки должны быть одного цвета и никакого налета на них не должно быть. В данном случае мы имеем налет на пальчиках этой лапки. Это говорит о том, что у птицы допустимо наличие грибкового заболевания. Для того, чтобы это определить окончательно, нужно взять соскоб с этой лапки. Смотрится это в лабораторных условиях, то есть под микроскопом. И определяется наличие или грибка, или чесотки. Чесотка появляется не в течение двух лет, а спонтанно, в течение месяца она развивается. Это может быть вызвано тем, что когда мы покупаем корм в зоомагазинах, естественно, там продается корм и продаются различные животные, в том числе и птицы. И клещ, который имеется у тех птиц, которые продаются в магазине, он может перейти на корма, на эти коробочки. И мы спокойно принесем их домой. И потом у птицы появляется вот это заболевание. На этом, уважаемые телезрители, мы с вами прощаемся. Если возникшие вопросы, задавайте по номеру телефона, который вы видите на экранах наших телевизоров. До свидания.